Всем привет! И мало кто знает, но свою первую игру про динозаврика я сделал типа не на Unity, а на JavaScript при помощи WebGL прямо в браузере. И там же мне пришлось изучать 3D графику, а именно как вращать кубы, перемещать объекты по 3D пространству и вот это вот всё. А знаете почему? Потому что я боялся. И движок Unity мне казался чем-то страшным и непонятным. Что типа игры на нём могут делать только профессионалы и мне там делать нечего. Так вот, ребят, это нифига не так. Даже если вы никогда в жизни не держали в руках спрайт, можете хоть сейчас скачать Unity, забить на весь его страшный интерфейс и начать пилить свои собственные игры. И тут главное знать, где и как учить Unity, потому что сейчас есть очень много уроков, которые вас только запутают и дадут целую кучу ненужной информации. Просидев пару часов просматривая такие уроки, вы поймёте только то, что ничего не поняли. Именно поэтому начать изучать Unity я бы вам посоветовал точно так же, как это сделал я, а именно с плейлиста How to Make a Video Game на Ютубе. И чтобы вы понимали, у меня до сих пор остался проект с названием How to Make a Video Game, который я делал по этим урокам. Если его открыть, запускается та самая простенькая игра. И да, как видите, я ещё сделал один ночной уровень, где всё светится. И хотя в уроке автор этого не показывает, хорошей привычкой будет не тупо повторять всё один в один, а стараться добавить что-то своё. Так и материал усвоится гораздо лучше, и вы узнаете больше полезного для себя. Так вот, уроков тут в плейлисте всего 11 штук. То есть, чтобы всё посмотреть и сделать уже свою первую игру, по ходу дела осваивая Unity, вы потратите максимум 1-2 часа своей жизни. Единственный минус, конечно, заключается в том, что эти уроки на английском языке. И хотя он тут очень простой и ничего похожего на русском, я, к сожалению, не знаю и не видел. Хотя, возможно, в ближайшее время я сам запишу часовой урок по Unity, где поделюсь своим опытом и расскажу вам про всё, что знаю сам. Пишите в комментариях, если хотите видеть такой урок на канале. Ну и за следом, я бы посоветовал вам пройти ещё один плейлист на YouTube, который называется «Физика в Unity». И на этот раз уроки здесь уже на русском языке. Зато по качеству они ничем не уступают зарубежным. И здесь вы научитесь одной из самых важных и сложных тем, а именно о работе с физикой в Unity. В частности, тут вам расскажут про Риджид Бадди, про коллайдеры, про коллизии, рейкасты. И самое вкусное полностью и детально продемонстрирует работу с джойнтами. Ну а под конец бонусом вам ещё покажут Рэгдолл. И вот, если честно, то вообще такие уроки платные, так как сделаны очень качественно. Но автор, видимо, решил поделиться знаниями просто так и залил их в YouTube. За что ему, конечно же, отдельный респект и уважуха. Затем, где-то на этом этапе, я бы на вашем месте установил себе всякие полезные программы. Вроде BFA XR, Magica Voxel, AsipRite, Blender и другие. Об этих программах я, если что, делал подборку, где вкратце рассказывал про каждую. И тут самое интересное, это, конечно же, Magica Voxel. Она позволяет вам буквально с нуля, без каких-либо знаний, начать создавать свои собственные 3D-модели для игр. Хотя, конечно, в простом воксельном стиле. Но, с другой стороны, та же топовая игра Crossy Raw тоже сделана в воксельной графике. И если что, то я как бы и сам начал делать модели в этой программе. Это были и танчики, и динозавры, и различные модели для окружения. Короче, не стоит недооценивать потенциал воксельной графики. И на самом деле, уже где-то на этом этапе, у вас будет хватать знаний, чтобы создать такую же игру про динозаврика, как это сделал я год назад. И я её ещё потом, между прочим, опубликовал в Play Market. А значит, это сможете сделать и вы. Хотя, я рекомендую придумывать свои уникальные игры. И воплощать свои идеи и механики, а не брать чьи-то. Жулик, жулик, не воруй. А то отрежу. Оу май. В общем, дальше есть смысл начать много практиковаться. И потихоньку изучать язык программирования C-Sharp. Хотя бы конкретно под саму Unity. И с этой целью, я опять-таки порекомендую плейлист на канале Breaky, с которой называется How to Program in C-Sharp. Хотя он предназначен для совсем новичков. И там рассказывается, грубо говоря, только про переменные и циклы. Поэтому лично я посмотрел курс углублённый C-Sharp на сайте Unity 3D School. Тут автор рассказывает про коллекции, классы, ООП, делегирование, про паттерны проектирования. В общем, про всё, что нужно, чтобы писать более чистый и оптимизированный код. По крайней мере, после этого я начал гораздо лучше разбираться в C-Sharp, а значит, начал писать более крутые скрипты самостоятельно. Да, и вообще, Unity 3D School это хорошее место, чтобы начать изучать Unity. Здесь есть полноценные курсы на русском языке, как для совсем новичков, так уже и для опытных разработчиков. Единственное, они тут платные и обычно стоят от 500 до 1000 рублей. Но, как по мне, это мелочь, потому что в том же курсе по углублённому C-Sharp затрагивается более 50 тем. И про всё это рассказывается понятным русским языком, и при этом даётся куча практики для закрепления пройденного материала. Так что, если у вас вдруг проблемы с английским, или вы просто хотите побыстрее научиться делать крутые игры на Unity, то обязательно обратите внимание на курсы Unity 3D School. Ну а ссылочку на их сайт я оставлю в описании под роликом. Окей, также я бы вам порекомендовал обязательно изучить фотошоп, потому что он в Unity пригождается довольно часто. Начиная хотя бы с перерисовки текстуры и заканчивая элементарным интерфейсом и менюшкой. Всё это делается при помощи обычных картинок, а значит редактируется и рисуется в фотошопе. По этой программе, кстати, у меня уже есть урок на канале. Он называется «Фотошоп за один час», и я там действительно в сжатое время рассказываю, как работать с этой программой, и это на самом деле не сложно. Ну а если вы уже умеете работать в фотошопе или только научились, то есть смысл научиться рисовать спрайты в стиле пиксель-арт. Если кто не знает, то это такая пиксельная графика, которая очень часто используется в инди-играх. Ну и я уже как-то рекомендовал на канале эти уроки, и с удовольствием порекомендую ещё раз, так как учился по ним сам. И это плейлист на канале Арджбита, на котором он рассказывает про то, как рисовать пиксель-арт. Там речь идёт и про шейдинг, и про итоговый рендеринг, при этом по ходу дела вы там нарисуете колбочку, кошку, монетку, человечка и даже целый лес. Ну а к концу этого плейлиста автор ещё рассказывает про анимацию и про то, как нарисовать воксёкол или же анимацию ходьбы. И хотя эти уроки были опубликованы довольно давно, они всё ещё актуальны. Я их, как сказал, тоже проходил. И пиксель-арт, который я сам рисовал во время и после прохождения этих уроков, вы сейчас видите на своих экранах. Так что, если у вас в планах сделать какую-то 2D пиксельную игру, то эти уроки просто маст хэв. Более того, знания в отрисовке пиксель-арта очень помогают и в 3D графике. Особенно, когда вы делаете ту же воксельную графику, которая, по сути, является 3D-репрезентацией 2D пиксель-арта. Ну и, наконец, последние два совета от меня. Настоятельно рекомендую вам потихоньку начинать изучение блендера или какой-то другой программы для 3D-моделирования. Это позволит вам не только самостоятельно оптимизировать модельки в игре, но и потихоньку начать делать свои собственные полноценные 3D-модели. Я, например, так начал делать свои машины. И если первая моя модель машинки выглядела как-то вот так, то есть, мягко говоря, не очень, то сейчас я немножко набил руку, и мои 3D-модели машин выглядят уже вот так. Ну и второй совет. Не забывайте про Unity Asset Store. Конечно, хорошо всё по максимуму делать самостоятельно, но не всегда это нужно и далеко не всегда возможно. Тем более, что в Asset Store часто можно наткнуться просто на какие-то полезные инструменты. Например, тот же Fence Tool, позволяющий легко делать заборы, ограды или что-то такое. Автогресс, заполняющий весь террин травой. Или вот Изи Роадс, при помощи которого я довольно легко делал дороги. Причём все эти инструменты бесплатные, и их там очень много. И порой они очень сильно экономят вам не только время, но и нервы. И специально для вас в описании я ставлю небольшую подборку годных инструментов для Unity, которые я находил на протяжении всего этого года, и которые использую, конечно же, сам в том числе. Думаю, вам это тоже будет очень полезно. В остальном же я жду ваши царские лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик уведомлений, так мои выпуски хоть иногда, да будут появляться у вас на главной Ютуба. Удачи и всегда помните, правильный старт в любом деле обязательно сэкономит вам кучу времени и сил. Субтитры сделал DimaTorzok